Друзья, это видео о животном примате бледнолицей Саки. Необычная внешность. Бледнолицей Саки делает его ни на кого не похожим в животном мире. Взгляните на эту обезьяну. До чего же она удивительна! По-другому этого примата называют бледным Саки. Это обезьяна из семейства Саковых, живущая на южноамериканском континенте. Саки с белым лицом – редчайший вид приматов, сохранившийся в нашей земной фауне. Впервые об этой обезьяне заговорили в середине 18 века. Что может поведать нам наука об этих экзотических существах? Внешность этого примата оправдывает его название. У самцов на общем темном фоне туловища выделяется белое лицо. Все тело Саки покрыто густым черным мехом. Стоит отметить, что контрастная расцветка наблюдается только у представителей мужского пола. Самки бледнолицей Саки имеют шерсть более светлого оттенка по всему телу, и тон лица уже не так заметен. По размерам это не слишком большие обезьяны. Самцы вырастают в длину до 48 см, без учета хвоста, а самки лишь до 34 см. При этом весят женские особи около 1,5 кг. Самцы же достигают в массе до 2 кг. Все представители этого вида – обладатели длинного и пушистого хвоста. Хвост Саки нужен для того, чтобы балансировать на деревьях. Хватательную функцию он не выполняет. Место обитания бледнолицей Саки – страны северной части Южной Америки. Этих приматов можно встретить в Финнесуэле, Гаяне, Суринаме, французской игвиане, а также северной части Бразилии. Для комфортного проживания эти обезьяны выбирают тропические леса и подлески. Ими приветствуются как низменности, так и районы гор. Наибольшая активность у Саки наблюдается в светлое время суток. Ночью эти животные спят. Причем спать они ложатся на ветвях деревьев. Большая часть жизни Саки проходит в кронах деревьев, поэтому можно сделать вывод, что этот вид приматов – древесные животные. Саки передвигаются Саки очень быстро и шустро. За ними почти невозможно уследить. Так ловко они прыгают с ветки на ветку. Живут бледнолицые Саки небольшими группами до пяти особей. Питание Саки состоит из фруктов, меда, цветов, орехов, насекомых и небольших млекопитающих. Проще говоря, Саки – всеядные. Беременность Саки, бледнолицого Саки, продолжается чуть менее полугода. Рожает Саки всего одного детеныша. Сразу после появления на свет маленький Саки забирается на спину к матери. Там он и проводит несколько следующих месяцев. С родителями детеныш живет до двухлетнего возраста. Заботу о детеныши целиком и полностью берет на себя самка. И чем же все это время занят отец семейства? Он занимается тем, что охраняет свою семью от сторонних посягательств. Молодые особи женского пола остаются с группой. А вот самцы уходят из общежития, создавая свои собственные кланы. Так год за годом за счет молодых самок и происходит расширение группы бледнолицых Саки. Продолжительность жизни этих обезьян составляет около 35 лет. Надо сказать, это немалый возраст для приматов. На сегодняшний день угрозы для популяции бледнолицых Саки не выявлено. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok